Пытаюсь, наверное, при этом заработать определенные политические диригенты. Первое. Администрация не скрывала, не скрывает и не будет скрывать от горожан какую-либо информацию и старается быть максимально открытой для населения, для горожан, для средств массовой информации. К примеру, по прозрачности и открытости ежедневно открытое совещание аппаратное, где присутствуют все средства массовой информации, где руководители подразделения доводят информацию. И у каждого из членов средств массовой информации есть возможность подойти и задать необходимые вопросы, уточняющие, получить комментарии. Официальный сайт администрации. Информация распространяется достаточно полное, четкое, пультивное мероприятие, которое проводится. Далее. Еженедельные приемные горожан, которые проводятся мною и моими заместителями. Любой желающий может записаться на прием и получить соответствующую консультацию, прийти на прием. Юлия Владимировна, были отказы кого-либо от горожан, для горожан по приему? Отказов не было. Любой желающий может прийти, записаться и получить необходимую информацию. И на моем приеме присутствуют структурные подразделения, которые поясняют, в том числе и про ситуацию. Далее. Выездные встречи с населением. Было ли такое когда-либо? В прошлом году, 2013 год, сколько объездили с руководителями государственных и муниципальных структур? В этом году Южный микрорайон, поселок Новый, поселок Вега, либо Восточный, микрорайон Северный, микрорайон Молодежный. Проблемы, негатив населения, который копился годами. Мы же его принимаем. Мы же его принимаем и расписываем. Мы не сразу говорим, что мы решим проблему. Мы поэтапно их решаем и будем решать. Но ни одного вопроса мы не оставили без внимания. Мы расписали и будем решать эти проблемы. В том числе и проблемы улицы Калининой. Мы рассматривали эту ситуацию. И не надо на этом тоже определенные пиар-компании выстраивать. Мы осветим улицу Калинину. Мы проект будем за следующим. Алексей Николаевич, когда проект улицы Калинина планируется? На 2014-2015 год проект. Далее мы будем закладывать средства и будем проблему эту тоже решать. В том числе и освещение. Но сколько лет не было решения этой проблемы. Пытаемся решать и будем решать, и решим эту проблему. Далее выездные из приема заместителей, которые проходят по микрорайонам города. Также новый формат в ВИРе. Любой желающий может в нерабочее время. Скажите еще раз информацию четкой. С 17 до 19. С 17 до 19. В микрорайоне также. В Родину приходите, задавайте вопросы. Заместители присутствуют. Если не ответили заместители, еще раз формат моего участия тоже не запрещает. Приходите записываться на прием. Совет Старейшин, Общественная палата, также Совет Депутатов. Активнейшая работа. Любой из депутатов, любой из членов Общественной палаты и Совета Старейшин может прийти, задать вопрос. Более того, приглашают нас, задают вопросы. И мы на них отвечаем. Валерий Георгиевич, был ли хоть раз, когда мы ушли от ответа? Все четко стараемся. Есть вопросы. Не уходим от решения проблем. Да, есть проблемы. Да, их большое количество. Мы понимаем, только совместно мы будем их, можем решать. И простыми какими-то популистическими заявлениями, а только совместной работой. Не заявление, что там плохо с лекарствами, а конкретное, разбираться, разобрать ситуацию. Что мы Юрий Николаевич сейчас пояснили. И не зарабатывать на этом пиар какие-то очки. А все-таки понять, в чем причина-то. Разобраться и дойти до сути. И потом уже делать какие-то заявления. Зарабатывать на этот какой-то определенный популизм. Единый день приема. Граждане, кто хотел, пришли на прием. До 20.00 сидели. И сразу домен большое количество. И других горожан. Кому-то либо было отказано. Все желающие 12 до 20.00 сам лично принимал. Да, где-то, может быть, не сразу решается проблема. Да, где-то, может быть, не так глубоко получилось в пятницу. Но мы разложим эти проблемы. Приходили жители, три сумки бумаг приносили с собой. Естественно, в рамках приема это не удастся. Естественно, Сергей Николаевич будет обрабатывать. И каким-то образом выникать и разобрать ситуацию. И все сразу. Но мы не уходим от решения проблем. Мы их фиксируем. Мы их принимаем. Мы их понимаем. И мы их будем обязательно решать. Отчеты, которые мы сейчас производим. По плану экономического развития. За 9 месяцев. За 6 месяцев. По исполнению бюджета. Сейчас будет отчет по году. Это собрание трудовых коллективов. Это отчет главы. Отчет исполнения плана социально-экономического развития. Итоговая пресс-конференция моя. И представители органов местного соуправления. Если мало этого, согласен, раз в полугодие будем делать пресс-конференции. Мало, раз в квартал готовы делать пресс-конференции. Но я думаю, работы мы должны показывать. В том числе и основной работы. Что мы делаем. Как мы делаем. Как мы решаем наши многочисленные проблемы. То есть, подберемся. В этом году, на этой неделе, будет итоговая по работе органов местного соуправления, администрации. В том числе. Несколько эмоционально. Думаю, вы поймите меня. Когда на высоком уровне такие безответственные заявления делаются. К примеру, господин Сечов обвиняет в отсутствии ответа на обращение к коммунисту и Летаврину. В тот же день мы сделали ответ на обращение. 14 августа. Зайдите на сайт благо-публикона. Открытое ответ на данное обращение. И надо понимать, и следствия массовой информации. Я прошу, чтобы вы понимали. Формат совещания, он предусматривает определенную в некоторых моментах. И закрытость. Если приезжает туда федеральная или областная структура, они определяют порядок проведения совещания. Они формируют повестку и определяют возможность и необходимость участия в средствах массовой информации. Сегодня большое количество министров приезжает. И Вершинин, и Тетов, Сергей Михайлович. И в субботу приезжают, смотрят работу наших служб. Где-то корректируют. И они определяют. Не мы, присутствие, либо невозможность присутствия в средствах массовой информации. Вторая заводская опять вытаскивается. Извините, 2009 года построили два девятиэтажных дома. Приняли их в эксплуатацию, без стройного отзора. Большое количество проблем, вы знаете, все прекрасно. Это и крыша, которая отекла. Это и стены торцевые, которые пошла трещина. Заказали обследование. Нашли деньги в областном бюджете, совместно с областным бюджетом. В прошлом году, Алексей Николаевич, сколько было из расходов? Сколько в этом году на решение проблем второй заводской? В этом году более 15 миллионов. В прошлом году там порядка 5 миллионов рублей. Более 20 миллионов рублей на устранение проблем. И областное правительство, спасибо большое, идет на встречу. Но это разве не решение проблем? Серьезнейших проблем. Акт ввода признала прокуратура незаконным. Мы сейчас вынуждены находить варианты. Это нередко. То, что вас не пустили на заседание, вы поймите, что не так просто найти решение. Сегодня юридически не так просто найти решение этому вопросу. Сегодня будет инициировано и принято уже обращение наше проведение на уровне первого заместителя губернатора, совещение по этому вопросу. Сложнейшая, юридически сложнейшая ситуация, как ввести дома в эксплуатацию. Через суд, какой алгоритм найти, чтобы выйти из ситуации, из-за такой не совсем понятной и простой. По переселению также хотелось бы несколько слов сказать по коронникам, тему, которая муссируется постоянно. Вот смотрите, 2013 год, 108 семей, 9 аварийных домов, сумма контракта переселения 135 миллионов рублей. Мы несколько раз объявляли аукцион. Вы понимаете, цена квадратного метра 34 тысячи. На рынке цена квадратного метра, вы, наверное, все владеете информацией, более 40. Сегодня достаточно трудно найти желающих, которые согласятся на данные условия. Пожалуйста, можно и по 40, по 45, но для этого необходимо предусмотреть средства бюджета. А вы знаете, какой у нас бюджет? Дотационный, несмотря на то, что мы можем себя обрабатывать, если не отдавать налоги. Но сегодня у нас нет возможности большее количество средств вкладывать. Причем квартиры, которые мы переселяем, вы посмотрите, 15-16 квадратных метров. А сегодня закон и средства федерального областного бюджета говорят о том, что 15 квадратов и на 15 квадратов, пожалуйста, заводите средства. Все остальное, пожалуйста, за счет ваших средств местного бюджета. Но где их сегодня найти? Если нам приходится неплохоустроенные квартиры переселять, там нет ни туалета, там нет ни ванны, там нет ни коридора. Из 15 квадратов надо сделать 25, как минимум. 10 квадратов, посчитайте, 108 семей, сколько необходимо дополнять? Я думаю, депутату Сычеву, как представитель Народного фронта, вот эти вопросы надо ставить. На федеральном уровне надо решать эти проблемы. Средства предусматривают дополнительные по тем квартирам, которые у нас 4 судебных риска. Мы должны пройти эти процедуры, я прошу понять правильное. Мы не оставим наших горожан в дежурной площади. Мы сейчас рассмотрели вариант и возможность предоставления в 15-м году. Мы не закроем эти проблемы, но мы должны пройти эти все стадии. Поймите, процедурно вопросы. Процедурно пройти. И мы не оставим граждан без жилья. Но если бы в 2013 году контракт был общий, 135 миллионов, мы не переселили, переселили 108 семей, 104 семей, 4 осталось, то мы полностью бы лишились этих средств, 135 миллионов. Лучше бы, если бы люди ожитостались бы в аварийном жиле жить. Если эти дома рухнули, в пятницу у меня были на приеме уже по контракту 2014 года. Микрорайон Раздольный. Да, сегодня есть проблема с обустройством инженерной коммуникации. Да, мы выслушали. Да, понимаем, что нам придется помогать Раздольному, в том числе, каким-то образом где-то жестко с ними работать. Но сегодня есть заявки от микрорайона Раздольный на участие в этой программе. И это заявка в рамках аукциона. Вы поймите, что мы не можем сегодня подействовать. Это аукцион, это открытость. Это прозрачное, которое вы, средства массовой информации, постоянно говорите. Аукцион. Нету других желающих сегодня. Но мы понимаем, что если бы не переселились со второй линейной граждан, то еще позже будет. Дома рухнут. Кто будет отвечать за эти жизни? За их семьи, за их детей. Поэтому хотелось бы, чтобы и депутаты не делали такие безответственные заявления, и средства массовой информации. Подходите. Если кто-то не дорабатывает, да, был бы момент, который не доработали по МОК КБУ. Я понимаю, Александр Юрьевич осознал, и сейчас этих моментов больше не будет с ответом. Так, Александр Юрьевич? Был такой момент. Признаем? Признаем. Но в силу определенных причин, я думаю, что больше этой ситуации не повторится. Будем сами контролировать и смотреть. Но и очень удивляет позиция вот такого рода депутатов. Что мешает депутату Сычеву зайти и задать вопросы любому из наших служб. Николай Федорович находит возможность приходить ко мне и лоббировать интересы определенных предпринимателей, которые другим при этом депутатам говорят, что нельзя предоставлять участок, поскольку предприниматель торгует алкоголем, Николай Федорович несколько раз приходит и лоббирует интересы. Так, нам надо, Наталья Васильевна. Так. Депутат Сычев позволяет себе прийти и открыто требовать, чтобы я выселил муниципальное унитарное предприятие спецсадков как хозяйство по Ленина 4038, Ленина 38, чтобы предоставить помещение ему и агентству недвижимости. Вдумайтесь, несколько раз приходил, позволял себе такое. Наталья Васильевна, было такое? Такое было. Находит время, находит возможности и совесть находит. Приходите требовать. А прийти и попросите ответить на вопросы, которые он мог задать, а не делать таких безответственных заявлений. И тем самым немножко тень на весь город, на весь горожан пускать. Я думаю, что это не совсем правильно. Прошу понять меня за большую, может быть, эмоциональность, но нельзя так. Мы слишком много делаем для того, чтобы уйти от этой ситуации, чтобы успокоить город, чтобы начать раготовить присутствию. Есть нормальная работа, конструктивность с правительством. Есть понимание министров. Но я хочу и от средств массовой информации понимать. И от депутатов тоже понимание. Но давайте не будем безответственных заявлений делать. Работать совместно, вытягивать город, да, количество большой проблем. Но кто-то не дорабатывает действия. Говорите открыто, не дорабатывает. Я не дорабатываю. Давайте к такому вопросу. Готов всегда и на критику, и на конструктивный диалог. Спасибо, Нина Санна. Пожалуйста.